Следующий вопрос от зрителя Алексея. Вы говорите, что 70% американской помощи остается в США. Это означает, что Украина получает только 30% и больше ничего. Вообще говорят, что эти 70% идут на новые вооружения США, чтобы они могли отдать свое уже произведенное Украине прямо сейчас, а не ждать, пока его произведут. Так ли это? Не помощи, а сумм помощи. И это не моя цитата, это цитата президента Байдена в обращении к американцам. Он говорит, что схема такая, они отдают нам старое вооружение, замещают новыми произведенными вооружениями на складах. Таким образом, они решают три задачи. Пополнили Украину, передали помощь, новое вооружение поступило на вооружение американской армии, и еще рабочие места, промышленность работает, налоги платятся. Все молодцы. Это основной момент, которым они уговаривают своих граждан для того, чтобы продолжать помощь Украине. Есть ли взаимосвязь между Первой, Второй мировыми войнами и нынешней войной? Являются ли две предыдущие войны причиной и следствием того, что Украина оказалась в какой ситуации сегодня? И, безусловно, по войнам гораздо легче отслеживать связь. В принципе, можно сказать, что любая европейская война или пан-европейская война, начиная, например, с 1618-го, то есть 30-летней войной, все последующие войны в Европе являются прямым продолжением этой войны, в том числе и нашей нынешней. Возможно ли в Украине, по мнению Алексея, полностью контрактная... Давайте я покажу вам связь. Вот смотрите. Пруссия – это основа... Пруссия, как очень маленькая область, похожая на тогдашнюю Молдову. Напоминаю, что в Германии было 368 государств, или что-то около того, по 400. Тогдашняя Германия, Лоскутное одеяло, 17-й век. А Пруссия была одним из самых слабых и откровенно на периферии находящихся. И вообще центром Германии должна была стать Бавария католическая, германского мира, Австрия скорее. И вдруг что-то происходит, и герцогство Прусское, которое находилось в вассальной зависимости от королевства польского, все они были вассалами, получает возможность получить автономию, а потом в 1701 году стать королем, перекреститься в короли из герцогов великих. А за счет чего? За счет восстания Богдана Хмелицкого. Польша настолько ослабла, что им было не для борьбы с прусским этим самым. И в Шарлотенбурге, это дворец в Берлине, прямо висит на картине первых герцогов, приписка эта поясняющая, что Пруссия всем обязана Украине. Восстание у Хмелицкого. Это послужило причиной, которая... Это означает, что Германская империя, возвышение Пруссии с Фридрихом Вторым, Германская империя. И нынешняя Германия существует благодаря восстанию Богдана Хмелицкого в очень большую степень. История пошла этим путем. Это о связности истории. Вы говорите Первое, Второе мировое. Да, смотрите, да, глубже. Возможно ли в Украине, вопрос от зрителя, по мнению Алексея, полностью контрактная армия? Ведь, например, 15% военного сбора ведет к увеличению зарплаты военных, мотивированные люди, дееспособная армия. Противоположный вариант в русском стиле. Контрактная армия, возможно, в мирное время. Она составляет основную кадровую потенциал и позволяет накапливать резервы. Человек послужил профессионалом 3-5 лет, солдат выучился, ушел на гражданку, в резерве тренируется, если что, пришла война. Но большие континентальные войны, такие, как мы ведем, контрактными армиями и резервами выиграть невозможно. Приходится мобилизировать. Вопрос о том, какого качества эта мобилизация и как она проводится, как люди собираются, обучаются, используются, демобилизируются. Это отдельный разговор. И вы знаете, что у меня много критики. Но континентальную войну одной контрактной армии выиграть нельзя, ни при каких обстоятельствах. Чтобы еще раз ответить на вопрос, а почему не привлекают иностранных, военных, которые готовы по всему миру ездить, такие обученные люди, которые умеют воевать. Что ты скажешь? Мы, по-моему, поднимали эту тему уже. Во-первых, это привлекают. И где-то 25 тысяч иностранный легион был в свое время. Сейчас не знаю, какие у него цифры. Это очень много. Во-вторых, если вы думаете, что огромное количество военных жаждет приехать и воевать под условия, в которых воюет украинская армия против российской, при превосходстве российской, так вы сильно ошибаетесь. Это не тоже гонять партизанов. Это немножко другая война с немножко другими рисками. В-третьих, ну, на них, если их там 100 тысяч где-то взять, поди их еще возьми, то на них очень много денег понадобится. У нас их просто нет, этих денег. Вот и все. Поэтому за неимением желающего количества и за неимением денег не получается взять очень много военных профессионалов. Торговое дело, что, возможно, мы делаем недостаточную работу для того, чтобы там профессионалов по специальностям притащить. Но вы поймите, это тоже языковой барьер, интеграция вооруженной силы. Это сложно, на самом деле. Ну, представьте себе, что мы взяли идеального ПВОшника западного какого-то. Он сидит себе в этом самом расчете и идеально ПВОшит, а его не понимают соседние расчеты, потому что он не знает русского и украинского, а наши расчеты не знают английского, если он его знает. Или испанского, или там какого-нибудь французского. И что? Это сложно. А если, к примеру, взять тех же пилотов F-16, которых мы так долго... Это другое дело, но это политическое решение на Западе. Они никого просто так не отпустят. То есть должно быть соответствующее решение, чтобы появились иностранные пилоты, потому что это совсем другой фактор. Это уже политического фактора, значение стратегических появлений интернациональных бригад на F-16, или хотя бы эскадриль. Тогда вот, начиная к теме, к началу нашего разговора о давлении, и попытке, принуждение к каким-то переговорам, предоставит ли нам F-16 до середины лета? Да, смотрите, Запад сообразил, наконец-то, очень простую вещь, что переговоры должны быть с позиции сильной. Если не силой, то сильной. Поэтому никакого прерывания поставок не будет. Более того, будут дополнительные поставки. Блинкин объявил о поставке на 275 миллионов недавно. Евросоюз проводит 27-28 совещания на уровне министров обороны в Брюсселе о увеличении помощи Украине. Значит, цифры называются такие. После выбора в Европарламент, который в середине июня происходит, новый состав Европарламента должен принять решение о помощи в пару десятков миллиардов евро непосредственно военной Украине. И потом заказать себе оружие еще евро на 60 миллиардов на ближайший год, и часть из них пойдет на уровне. Вот это совещание как раз по выработку, по выработке необходимой суммы и конкретной номенклатуры вооружений, которые будут поставляться в Украине. Нас не бросят. Будет и финансовая, и военная помощь. Более того, говорят так, что если ваши опасения, что после перемирия прекратится помощь, ложные, и они показывают, что это ложные. Мы говорим, у нас слишком горький опыт перемирия. Обычно вы снимаете санкции с России и прекращаете военную помощь нам. То есть ставите нас в их заведомо более выгодные условия, а нас заведомо более невыгодные. Они говорят, мы знаем, этого больше не будет, мы очли все ошибки, и вам будет все. Более того, мирный план Байдена, помните? Не Байдена, а Трампа, который недавно обсуждался. Там была такая, который то ли был вытоком, то ли не был вытоком, утечкой. Там был такой интересный пункт, что если Украина будет идти на перемирие, на остановку войны, то помощь американская не прекратится никогда. Наоборот, будет усиливаться. Мы вас сделаем такими сильными, чтобы война не повторилась. Вот их позиция. Я тебе больше скажу, они рассматривают для... Я первый вопрос, который им задают, справедливые украинцы, звучит так. Хорошо, ну вот вы сейчас перемирие, Россия продолжает делать, например, бомбы, ракеты, накапливает их так, что потом никакое наше ПО не справится. Они говорят, мы поможем вам, раз. Второе. Если Россия пойдет на возобновление войны, войны, мы ведем войска натовские. Они этот вариант всерьез рассматривают. Не допущение второй стадии войны. Так что это достаточно обеспеченный проект. Это не на уровне типа, подпишем мирный план, а дальше хотите, что хотите, то и делайте, нам не важно, что с вами будет. Они уже поняли, что будет дальше, как это работает, как работает путинский режим. Поэтому полный самых серьезных намерений не допустить повтора войны в Европе. Так, интересно, идем дальше. Следующий вопрос от зрителя. Алексей, что вы думаете про съезд во Львове российской оппозиции, российских военных, которые воюют в составе ЗСУ? Ну, пусть съезжаются. Я сам принимал участие в таких съездах. Там вырабатывается политическая повестка, какая позиция. Там обычно есть какой-то меморандум, где они призывают российскую оппозицию признать их, какие-то другие правительства. Поэтому меня немного удивил сбор во Львове, потому что это подставится под удары российских искандеров. Но, видимо, сумели сохранить какую-то там тайн скрытность. Поэтому прошел благополучно. Настолько скрытно, что даже садовой мэр Львова об этом не знал, хотя мне знающие люди сказали, что лукавит. Его 24-й канал это высветил, был основным спонсором проведения, а он, бедно, не знал. Ну, да, да, да. А мы не знаем. Как поменять, разрушить советскую систему управления, спрашивают зрители. Ну, во время войны ее сложно рушить. Нужны экстраординарные управленческие качества для того, чтобы суметь заменить одних на других без ущерба общему делу. Если речь идет о военной системе управления, это военно-галитический. Ну, во-вторых, как бы, смотрите, нужно просто обеспечить контроль задач, которые ставятся. У нас довольно много верной ведется оценка. Давно того, что происходит по многим параметрам, достаточно своевременно принимаются многие решения, у нас не контролируют их выполнение. Смотрите, сейчас, когда ДБР 26 или 28 уголовных дел завела, да, по 125-й бригаде и там по командованию по оставлению позиций на Харьковщине, это чуть ли не первая такая серьезная попытка поставить военных, которые допустили прорыв, или там неудачные боевые действия, военное командование поставить перед лицом возможного уголовной ответственности за это. Понятно, что были уголовные дела на заложного, но они скорее политическую окраску имели. На практике, только вот тут вопрос, как бы, кто судьи? Надо же разбираться в военном деле, чтобы оценить порядок действий командира, да, или бездействия командира и прочее, прочее. Но в ДБР есть военный отдел так называемый, потому что их функциональной особенностью является как раз преступление, которое совершает высшее военное командование, прямо им по закону отписан, по следственности. Даже какой-то опыт они накопили, но, честно говоря, надо ставить вопрос о системе юстиции. Сунь Цзи сказал очень просто. Это великий полководец, китайский теоретик военного дела, первый. Вы описали историю человеческую, он сказал, если вы хотите понять систему, посмотрите эффективностью, как в ней награждают и наказывают. У нас очень плохо наказывают, у нас нет ответственности. Реально. Поэтому поменять советскую систему нужно обеспечить две вещи. Первое, чтобы подчиненные не боялись возражать командирам, потому что совок, так называемый, он не там, где начальство кричит на подчиненных. Совок там, где подчиненные боятся возразить начальство. Надо поощрять, создать систему, когда подчиненные могут возражать начальству, говорить, что ваши идеи соответствуют обстановке или вообще безумны, давайте делать вот так вот так, нам тут снизу виднее. И вырабатывалось коллективное решение. А второе, ответственность за принятое решение. Напоминаю, что вся наша доблестная армия до сих пор управляется не боевыми приказами, а боевыми распоряжениями. А знаете, в чем разница? За боевое распоряжение нет уголовной ответственности, а за боевой приказ прямо наступает ответственность с момента произнесения слова «приказываю». И с 2014 года практически все, все у нас это распоряжение и боевые распоряжения. Боевых приказов в днем с огнем, как правило. И следующий вопрос от зрителей. Алексей, вы всегда подчеркиваете, что республиканцы хотят помогать Украине, а демократы все портят. На какие факты вы опираетесь? Ведь демократы ни разу не провалили голосование о помощи, в то время как республиканцы после получения большинства в Палате Конгресса проголосовали только одну единственную помощь, инициатива которой шла от демократов. И то с полугодовой задержкой после миллиарда отговорок. Как вы видите, как вы, ваше видение ситуации увязываете с фактами в этом случае? Я думаю, что вы, если тщательно пересмотрите все, что я говорил, вы нигде не найдете, что я говорю, что демократы не хотят помогать Украине. Все, что я говорил, это всегда, что не надо обвинять республиканцев, что они не хотят помогать. Хотят помогать и те, и те, а внутренний конфликт и внутренняя ситуация в США не позволяла им согласовывать свои действия. Но заметьте, как только Украина проголосовала закон про мобилизацию, президент его подписал, почему-то Конгресс резко проголосовал. Вот не голосовал пять месяцев, а потом раз и проголосовал. Как же так? Это демократы виноваты, республиканцы, или мы, которые закон принимали пять месяцев? Так я заслушался звуком за окном и не понял, что это шахет, тревога, и так, ну, я понял, скажем, мотоцикл приближающийся, что, знаете, в наше время немножко все равно напрягает. Лучше перебдеть, чем не добдеться. Кстати, тогда вопрос на практике. Почему уменьшилось количество дронов, которые летят по Украине, вот этих Герань-2 или Шахет? Ну, они радостно позапускали, а теперь, видимо, копят запас какой-то. Они же постоянно меняют способы применения, чтобы для нас, как это всегда, сохранять какую-то внезапность, логику, что мы разгадывали ребусы, которые они задают и так далее. могут накапливать под удары определенные, потом опять используют. Очень много Шахетов, достаточно немного, но достаточное количество начали использовать по прифронтовой зоне, глубину там 70 километров, чего раньше не было, они в основном били в глубину страны, поэтому, я думаю, что они просто меняют приемы и способы ведения боевых действий, накапливаются. Вопрос от зрителя, если в начале 25-го года подпишут некий мирный договор Украины-Россия, первое, отменят ли для России санкции, и второе, прекратятся ли поставки оружия в Украину из США и Европы? Санкции частично снимут, безусловно, это понятно, частично, и полностью не снимут, и поставки не прекратятся. Вопрос Алексею, как выглядят заверения Китая о необходимости политического урегулирования конфликта в свете данных английской разведки о поставках летального оружия России с его стороны? Возможно ли, что Китай заинтересован в продолжении конфликта с целью ослабления и России, и Запада, чтобы решить свои геополитические задачи? Эти сообщения по-английски звучали от уходящего министра 4 июля выборов в Соединенном Королевстве. Они звучали как high-likely, то есть мы не можем сказать точно, думаем, что поставляют и так далее. Потом американцы сказали, что у них нет данных, и позавчера европейцы сказали, что у них нет соответствующих данных. Поэтому здесь надо воспринимать это как британскую игру на продолжение войны, скорее бы так сказать. Напоминаю, что они в очень жесткой позиции на продолжение войны. Война должна продолжаться, Россия должна быть посрамлена. Единственная, пожалуй, оставшаяся в мире. Следующий вопрос от зрителя покушения на ФИЦа, который является пророссийским политиком. Далее смерть президента Ирана, который находится де-факто в том же лагере. Является ли это звеньями какой-то большой игры или рассматриваете вы лишь как совпадение? Я думаю, что это совпадение в данном случае и на данном этапе. То есть Лукашенко зря напрягся. Ну, а что дает ликвидация этих фигур по большому счету? А давай смоделируем. А что предположить в какой-то момент Александр Григорьевич оторвался тромб? Нет, я не про Григорьевича, я про фийца, в данном случае про президента Ирана. В Иране все Айатоллы определяют, Верховный Айатолла, Айатолла, который остался жив себе вполне. В Словакии, ну да, мог прийти вместо фийца какой-то новый политик, который за помощь Украины. Ну, это да, это, пожалуй, фактор. Что касается Александра Григорьевича, ну, Россия будет стоять перед выбором немедленного постановки фигур привода к власти, которая будет еще более пророссийской, или не менее, которая сохранит управляемость со стороны России, ту часть управляемости, которая есть в отношении Беларуси. Есть ли такая фигура, большой вопрос. Поэтому Россия заботится, я думаю, о здоровье Лукашенко больше, чем кто бы там ни был в мире. А нет ли у Кремля стаблазна, ну, если мы говорим про сценарий без Лукашенко, не дальше играть в выборы, значит, и проводить, а просто поставить своего человека просто вот. Кто этот человек, и будут его слушаться белорусы, например, белорусские силовики, это же большой вопрос. Соблазн, конечно, есть. Как они это осуществляют, посмотрим. Напоминаю, свободных войск для оккупации Беларуси нет, да и оккупация очень плохо будет воспринята. Второе, самими белорусами второе, насколько управляемой фигурой, которая будет компромиссной фигурой для белорусов, потому что как минимум будет поставлен вопрос, чем выбор, правильно? Выборы же должны быть, если однажды глава государства оказался не удел по той или иной простой причине. А выборы, это уже совсем другая история, как нам показал 20-й год. Там всякое может случиться. про учение еще спрошу уточняющее, так все-таки был ли мальчик, я не про Путина в Минске, я про само ядерное оружие в Беларуси? Да, оно там есть точно, по данным западных открытой печати, как бы, источников, да, но называть его белорусским ядерным оружием, как это тогда называют, это все-таки натяжка, это российское на территории Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова